всем привет вы у меня на канале прогулки на пенсии вот такой сегодня чудесный солнечный выдался день а завтра послезавтра начинаются дожди поэтому срочно идем гулять прилетели синички выманили меня на улицу они прям зовут прыгая по веточкам моей липы старой черной они просто призывают иди иди гулять я иду гулять мы сегодня с вами будем гулять вместе со старыми картами по местности и я буду вместе с вами смотреть что сохранилось на этих старых картах когда-то изображенных и что дошло до сегодняшних дней и первое чем мы будем говорить это вот как раз о нашем пруде пруд красный так он называется если вы со мной оставайтесь медленно медленно осыпаются листья необычайно красиво обожаю это время года эту пору сегодня на траве даже иги уже виден минус 2 было ночью сегодняшний день называют прыжком тигра сегодня день солнечного затмения и вот в год тигра говорят что тигр сделает свой решающий бросок с другой стороны говорят что именно в этот день если брать все что нас окружает и сравнивать это с некой тканью то в этот день именно в день солнечного затмения все ткани все нити как бы ослабевают и какой бы прыжок не был у тигра он не будет резким потому что все тянь все нити в ослабленном состоянии они этот прыжок смягчат поэтому для многих это будет чудесное время когда вы можете посмотреть что вы сделали за год вспомнить то что было год назад это время давалось каждому из нас чтобы мы что-то сделали лично для себя не кому-то что-то а именно лично для себя для своего здоровья для своего миропонимания ощущение все что вы за этот год сделали для себя до свои плоды причем эти плоды будут долгосрочными на многие годы вперед а мы с вами любуемся гладью красного пруда и начнем мы со старых карт как я вам и говорила если смотреть на карты нынешние 60-х годов немножечко так уйти вглубь минус 100 лет назад минус 200 лет назад 1812 год везде на всех картах будет обозначение этого пруда правда форма этого пруда будет меняться на каких-то картах 1800 там какого-то года мы увидим что вы вот там там где сейчас около пруда лесенка так вот там примерно был когда-то мостик и дорога спускалась к пруду а потом по мостику вела уже к барскому имению барское имение было как раз вот за домами возле пруда и если даже взять 70-е годы когда появился этот район и застройка это то можно увидеть что форма пруда совершенно изменена она вся изрыта потому что здесь были котлованы и прочее можно увидеть на старых фотографиях вот те три домика которые из-за макушек деревьев сейчас показываются на горизонте то есть стройка была в разгаре были построены вот эти зиловские три дома дальше идет детский сад на некоторых фотографиях его еще нет а на некоторых уже есть а вот этого дома который как грозная башня нависает над прудом и кстати очень портит весь вид и мы все ждем не дождемся когда этот дом снесут и просто сделают открытое пространство потому что тогда картина полностью изменится к лучшему но пока все есть как есть так вот на старых фотографиях семидесятых годов его еще нет иногда мы видим какие-то краны а пруд присутствовал всегда и пруд точно также как и это имение или это местечко назывался испокон веков красным а само место где мы стоим сельцо красное сельцо это место в котором не должно было бы быть церкви но часовенка могла быть и следуя описанию когда-то здесь была часовня но вот где она находилась место это было утеряно по поводу самого названия существует много разных версий одна самая простая красная то есть красивая как и красная площадь поэтому пруд красный то есть прекрасное место в котором все это располагалось а вторая более реальная точка зрения относит нас к первым владельцем этих мест а первым владельцем были особой царские говорят что название красный происходит от ивана второго ивановича красного я посмотрела кто же такой иван второй иванович красный оказывается это отец дмитрия донского вот такие дела поэтому когда-то например рядом находящаяся ясенева принадлежала его брату андрею и вполне возможно что сельцо красное могло быть одним из мест принадлежащих когда-то вот этой семье а позже ну вот стало сельцом красными уже с тысячу там 600 какого-то года в песцовых книгах мы видим как оно переходит из одних рук в друг и в другие но все-таки до наших дней все это дошло и самое главное сохранился пруд в любом его виде на старых фотографиях 70-х годов мы видим что пруд весь одет в бетон и в 90-е годы когда я впервые приехала сюда все было в бетоне сейчас такие деревянные бревнышки здесь уложены потому что несколько лет назад была реконструкция пруда и пруд приобрел какую-то такую естественность даже берега глинистые которые обламываются они лучше чем бетонное такое покрытие смотрите как нарядно выглядят клёники посаженные этим летом и вот они уже дали свою окраску да это особый клён клён татарский у него листики намного меньше но зато намного красочнее и он не такой прихотливый как привычный нам обычный клёны видите как долго держатся на нем листики какие прям по цвету вот смотрите какие необыкновенные несколько клёнов уже сбросили листву и какие-то из этих клёнов стоят голые какие-то желтой листвой но несколько с красной это необыкновенно красиво на фотографиях 1972 года где видно стройка на этом месте вот возле пруда обозначена зелень такая кудрявая я думаю что это именно вот те вербы которые стоят на краю пруда и они вы знаете сколько бы их не вырубали они поднимаются и поднимаются снова и снова а почему потому что верба на самом деле дерево которое может жить до трехсот лет и вот те вербы на углу их несколько раз спиливали но они поднимаются поднимаются к нашей радости и счастью на старых картах место которое отходит от пруда и идет к битце она обозначена как болотистое место и значок болота всем известен и знаком наверное еще со школьной скамьи и действительно о том что здесь ложе какого-то ручья было видно и по картам там еле заметная такая голубая жилка идет по этим местам и деревья нам помогают понять что вода здесь очень близко находится те же вербы и вы которые мы видим они сами собой здесь возникли растут подтверждают то что когда-то это место было заболоченным я думаю что и вода часть воды поступала в этот пруд благодаря вот этому ручейку но на самом деле пруд который мы сейчас с вами видели это пруд образованный ключом самым настоящим на старых картах мы видим обозначение ключа то есть этот пруд был естественным ну и конечно пополнялся за счет стоковых вод по весне летом в грозу а так естественный пруд и вот когда советское время семидесятые годы здесь были построены вот эти вот дома в первую очередь вот этих три дома то был забетонирован пруд причем не только берега забетонированы но еще и дно было бетонным но так как этот пруд естественный то вода как говорится дырочку найдет и со временем лет через 20 дно пруда оказалось разрушенным и вот когда ну лет пять назад была сделана реконструкция пруда где бетонную заграждение по было убрано в очередной раз но было забетонировано но я думаю что когда-нибудь когда-нибудь все таки все будет приведено в естественное свое положение потому что живой пруд многого стоит на старых картах удалось разглядеть что за прудом там где сейчас парк 30-летие победы был огромный овраг этот овраг тянулся до метро южный карнарок знаменитый овраг который сейчас еще заметен если вы будете гулять вот в тех местах возле парка то вы увидите по дворам судя что действительно там такое место когда-то было с перепадами высот то есть овраг этот до сих пор чувствуется хоть там и застройка уже очень много гуляющих сейчас 12 часов дня дело в том что до обеда в любую погоду отлично гулять а потом как-то у нас всегда сумрачно поэтому если выйти до 12 это можно застать солнышко сегодня я вышла специально чтобы посмотреть вот на падающую листву его или верба весной она желтая вся нее такие веточки очень желтые насыщенного такого цвета но верба никогда не желтеет вот она как-то так знаете полу зеленая падает обычно когда минус 2 ночью минус 4 она начинает свои листочки сбрасывать стоят еще тополя или осины очень красиво весной все это цветет а сейчас вот в такой рубиновый цвет все окрашено и кстати на березках еще листья говорят что когда лист береза упадет пора сажать чеснок хотя знаю что уже все чеснок посадили я сама недавно сажала клубни тюльпанов но пока с береза лист не упал раньше чеснок нельзя было высаживать как и все клубни вы которые весной будут свести вот как выглядят эти первые дома которые здесь появились 70-е годы они до сих пор целы просто их закрывает деревья а так это даже застройка рядом парк ну что продолжаем с вами прогулку со старыми картами в руках по одному из спальных районов чертанова это еще одно место которое можно увидеть на картах сейчас здесь находится гимназия в 1990-х годах очень долгое время был детский сад да и территорию вам показывают отсюда начинается территория этой гимназии на этом месте располагались теплицы огромный огромный фруктовый сад ближе к поликлинике внизу были теплицы вот так выглядит вход в эту гимназию на самом деле правильно называется лицей столичный на старых картах видно количество домов которое было когда-то в сельце красном это примерно 13 иногда 15 вот на месте этой стоянки машин когда-то и стояли эти крестьянские домики и как раз в парке за чертановской дорогой пруд заканчивался огромным оврагом из этого оврага через чертановскую дорогу улицу чертановскую тёк ручей и спускался вот как раз в парк мы с вами идем вот к этим и вам на месте которых когда-то и стояла может быть то первое его который видели крестьяне этого сельца красная не так давно именно когда была реконструкция фруда эту его и спилили это был огромное огромное было дерево но слава богу от него какие-то отросточки пошли несколько но периодически его почему-то срубают спиливают на самом деле его может быть огромной вот это деревца 1 и 2 они здесь несколько их деревьев и видимо все вот из поросли от корня от корня а наверху этой и вы смотрю еще и гнездо птиц то знают где хорошо вот так это смотрится с центральной лестнице чуть-чуть отойдем скамеечки посидим посмотрим на гладь водяную самая старая дерево было как раз вот здесь где несколько стволиков просто был огромный когда-то огромный пень мы думали что все здесь ничего не вырастет а вот эти два дерева справа и слева были поменьше но их постоянно кромсают кромсают и кромсают хотя в любые бури я не видела чтобы эти деревья падали валились как тополя например но тем не менее эти деревья постоянно уничтожаются кто-то считает видимо что это дерево не такое крепкое хотя на самом деле это вот не так не так это но самое главное что они здесь росли давным-давно на этом месте ну вот этот кусочек карты мы посмотрели давайте теперь посмотрим на саму усадьбу сельца красная потому что эта усадьба сохранялась кстати очень долго даже на картах там 64 или 62 года видно что кусочек этой усадьбы цел хотя там уже какие-то другие пристройки видны а мы сейчас пойдем посмотрим где находилась когда-то усадьба сельца красная отправляемся отправляемся посмотрим на то место где была когда-то усадьба конечно от усадьбы ничего уже не осталось и давно потому что после революции там какое-то время была организация где содержались или находились беспризорники собранные со всех властей очень быстро усадьба пришла в негодность но какое-то время когда был образован совхоз красный маяк тоже несмотря ни на что они взяли вот это определение красный вот несмотря на это там было какое-то время конторы или конторские помещения но очень недолгое время я думаю просто как и многие другие усадьбы все было растащено разбомблено только потому что все осталось бесхозное вот здесь ориентир в дом номер 39 вот оттуда и будем искать следы усадьбы усадьбы вот здесь в районе 39 дома мы как раз его сейчас будем проходить он длиннющий поэтому еще налюбуемся в районе 39 дома на противоположной стороне ну примерно вот в этом месте очень долгое время стояла водонапорная башня и на картах 60-х годов можно было заметить этот значок обозначающий башню водонапорную башню не случайно может быть что рядышком видите находится пожарная станция пожарной охраны это тоже все не случайно потому что именно здесь водоносный слой он был очень давно и вот на старых картах 1800 там какого-то далекого года везде есть обозначение этого водоносного слоя причем это не просто колодец это не колодец а это какая-то такая мощная мощное природное явление которое здесь всегда было обозначена она на карте водной артерии это как источник ключ две точки и посерединке значок то есть на самом деле источник был большой огромный ну это наверное неудивительно потому что именно здесь находилась неподалеку и усадьба воды всегда нужно много для потребления поэтому я думаю что и водоносный слой до сих пор он цел просто используется теперь по другому назначению вот здесь не случайно поэтому и пожарная охрана где-то здесь в этом месте и стояла вот эта вот вышка мы идем с вами вдоль 39 дома сейчас он очень красивый потому что осень потому что все вишенки желтеют на старых картах это место возле усадьбы которое было занято садом можно разглядеть регулярные грядки значит здесь может быть росли какие-то фруктовые деревья кусты ну смородина и прочее прочее то есть был регулярный сад но кроме сада был еще и парк вот он как раз в ту сторону где пожарная охрана где когда-то вышка водоносная была и туда к церкви вот это всю территорию там где современное здание церкви находится сейчас все это было уже парком парк был вырублен нещадно а место для парка ведь выбрано было тоже не случайно внизу парка этого внизу место за церквушкой а где сейчас находятся просто обыкновенные дома жилые там же были овраги бесконечные но с другой стороны вода и живописно и все растет все благоденствует потому что чуть-чуть ниже была речка и вот эти овраги это результат этой речки городянки городня или городянка некое приспособление при помощи которой перегораживалась речка и потом ловилась рыба видимо видимо места эти были очень рыбные потому что и название у речки не случайное такое так 39 дом мы прошли это дом номер 37 так вот усадьба находилась между домом 37 и 35 который вот на горизонте где женщина идет вот здесь примерно находилась усадьба она была расположена немножечко по-другому не вертикально как эти дома но горизонтально вот так вот мы стоим вот так и усадьба была расположена думаю вот отсюда эта усадьба и начиналась представляет она небольшой прямоугольник на картах по правую сторону шли регулярные посадки фруктовых садов сады спускались вниз к самому пруду и по левой стороне от пруда были уже посадки в теплицах вот это место до сих пор оно такое на возвышении стоит тоже не случайно наверное и думаю что много можно чего найти если раскопать вот эти вот холмы очень долгое время стояло здесь одинокое дерево одинокий вяз который наверное видел все что когда-то здесь было сейчас ни о каких садах во дворах говорить не приходится обыкновенные каргачи дичкой выросшие вот здесь где-то на углу было то знаменитое дерево старое старое ему было около трехсот лет старый каргач который многое что повидал но так как здесь мусорку организовали видите тут вам листья поэтому дерево очень мешало его не просто уничтожили его извели последние остатки при мне спилили оно долго долго здесь стояло примерно вот здесь где вот этот кустик находится находилось старое дерево а может быть даже и вот здесь на месте этой мусорки как бы это дерево граничило с садом и с имением за имением начинался парк а здесь была усадьба вот мы как раз с вами вот если мы бы сюда въезжали а именно здесь мы стоим с вами на дороге если бы мы от красного пруда въезжали сюда вот мы бы оказались как раз с вами напротив усадьбы сейчас с одной стороны стоит дом номер 39 с другой 37 вот между ними а здесь вот рядышком 35 у начала дома 35 где-то усадьба начиналась и где начало дома 37 заканчивалось ну вот мы с вами во дворе как бы находимся сейчас это дорога стоянка машин вот а это на самом деле место той самой усадьбы если снова вернуться к картам то видно что место холмистые от пруда возвышающиеся именно на этом возвышении и стояла усадьба где-то в 70-е годы когда началось строительство вот этих домов три дома у пруда появляется фильм и в этом фильме видно строительство которое здесь ведется можно разглядеть балконы выстроенных появившихся уже домов потому что здесь балконы были заделаны а вот кстати вот таким вот каким-то материалом коричневатым вот это все видно там дома 39 в этом фильме еще нет там именно идет стройка там стоят разные вагончики а вот соседний дом там как раз есть и от соседнего дома к озеру где стоят строительные вагончики лесенка этот спуск до сих пор есть за 34 домом на старых картах это место обозначено тоже как место где располагались видимо стеклянные теплицы то есть земля здесь всегда была хорошая это мы идем как раз вдоль изгороди которая и соответствует тому что мы видим на карте место где выращивались видимо какие-то овощи какие-то фрукты и обозначение каких-то зданий отапливаемых теплиц видимо там тоже есть чего только не выращивалась в Москве и абрикосы и персики и все это под стеклом специально печь топили все это было какая красотища вы посмотрите сегодня сухо ясно вся листва опала вот такая красота у нас здесь пойдем все пошурши это мы вышли с вами снова к пруду пройдемся вдоль пруда по территории когда-то находящихся здесь теплиц и выйдем у школы и у детской поликлиники жалко конечно что нет фотографий этих мест ну какие-нибудь хотя бы довоенные но откуда тогда у людей были фотоаппараты сейчас мы пенсионеры снимаем у нас есть такая возможность мы на компьютере мы фото можем сделать на телефоне а раньше конечно такого не было так хочется иногда заглянуть в то время посмотреть что там было ну вот мы как раз смотрим на то место где когда-то и выращивались овощи фрукты для барской усадьбы для надобности людей которые там жили и всегда место было такое оно знаете двухуровневое чуть-чуть повыше и чуть-чуть пониже сейчас здесь спортивная площадка смотрю но она появилась не так давно сначала была не асфальтированная не ухоженная эта площадка мы буквально года два назад поставили вот этот забор это вот знаете как раз ковидло к нам пожаловало огородили хотя здесь же был детский садик очень долгое время здание детского сада так оно и сохраняется корпуса и изгородь здесь была немножечко другая конечно но была вот и дальше в плане или на карте 1800 какого-то года идет не парк как сейчас мы видим здесь липовые деревья а там регулярные посадки видимо какие-то фруктовые деревья я говорю грядки может быть с клубникой со смородиной и так далее после здания гимназии вот этот участок не заканчивается он идет вплоть до школы до поворотика там где детские площадки и находится здесь детская стоматологическая поликлиника здание наверху проглядывает и огромный кусок всегда пустует так жалко то есть видимо вырубили все что можно было здесь ведь можно было посадить какой-то сад правда же сделать такую красоту ну вот почему-то никто ничего не делает может быть берегут место для какой-то новой стройки но мы все-таки надеемся что так это все и простоит вот этот кусочек который мы можем просмотреть со стороны школы недавно этой осенью тротуарчик появился хоть а то была просто сплошная линия проезжая одно из самых наверное симпатичных красивых местечек которое осталось у пруда красного это как раз вот эта территория детской стоматологической поликлиники а за домом номер 35 мы к нему выходим начинался парк он спускался вниз к оврагу в сторону церкви обширный был очень парк его вырубили самым первым уже после революции 20-е годы здесь ничего не было дома в этой части те которые я не люблю огромные огромные длиннющие длиннющие со множеством подъездов идешь 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 дома нависают такая тень от них и постоянно темно в любое время года особенно с нашей погодой солнца вообще не видим по идее все эти подъезды нужно было устроить с противоположной стороны с южной но какой-то умник устроил именно так мы зайдем с вами со стороны детской стоматологической поликлиники и посмотрим на этот парк другими глазами другими углом посмотрим то что сохранилось до сих пор удивляюсь сама себе почему в этих местах я никогда не гуляю здесь же так здорово здесь только выходные все закрыто а так-то все открыто чудесное место тихое спокойное живописное хотя все заброшено ведь ничего от того что было в 1800 каком-то году здесь и нет но хотя бы место это сохраняется вот здесь небольшая ивка это она вся пожелтевшая и спускаемся вниз где просто кусты клюны уже облетели липы тоже но солнышко так все освещает живописно небольшие клюники сохранили еще листву и вся земля устлана их листьями чудесно желтыми очень красиво вот такое место здесь на углу смотрю то ли вишенка то ли яблонька стоит когда-то здесь были совхозные сады и вот если мы встречаем здесь яблоньки это именно оттуда отголосок от этих садов как красиво последние листочки вот один-два дня сегодня вчера и все листья с клюнов облетели друзья мои продолжаем с вами гулять в одном из спальных районов а конкретно в Чертаново здесь есть небольшой пруд который имеет свое имя красный и он при сельце красном находился и находится а само местечко как мы выяснили по старым картам уходят в тысячу триста там какой-то год и карты тысяча восемьсот какого-то глухого года мы с вами и рассматривали мы нашли с вами на картах пруд который до сих пор сохранился мы нашли место где находилась усадьба сельца красная правда сама усадьба не сохранилась но это место есть мы с вами узнали что на этом месте когда-то в 70-е годы когда шла стройка вот всех этих домов вокруг расположенных снимался фильм и кадры фильма нам показывают ну правда место стройки но все равно современное место где расположены вот эти жилые дома можно узнать в этом фильме и осталось нам на карте посмотреть то что мы не обошли то что мы еще не посмотрели если читать описание сельца красного то там написано что по большой серпуховской дороге сельцо красное на пруде с барской усадьбой и мельница при нем вот у нас осталась одна мельница так что пойдем с вами и будем рассматривать мельницу а так как мы у пруда сначала пойдем посмотрим на уточек которых очень любят местные жители подкормить вот мы туда спустимся и полюбуемся и пойдем искать мельницу а вернее искать не мельницу а то место где она когда-то была спускаюсь не по дорожке а просто по зеленой траве переживаю здесь и листья как бы не покатиться хочу посмотреть на своих чудесных уточек на огори на желтых уточек и на обычных так идем вон они люди пришли покормить их они все вылезли на берег видите видите пруд 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 наш замерзает он не очень глубокий на зиму эти утки улетают либо в зоопарк либо неподалеку на пруды которые зимой не замерзают очень мы рады что у нас огори поселились и прижились такие симпатичные так мы вернемся снова к карте на карте мы с вами идем по тому месту где когда-то находился мост мост через этот пруд вот сюда там где лесенка и дальше вела дорога к барской усадьбе и мы посмотрели это место между домами 37 и 35 все это находилось а вот сюда там где пруд заканчивается когда-то пруд продолжался дальше там где коробка хоккейная и дальше а здесь как раз мы идем с вами по дорожке и на карте это место обозначено мостиком мы с вами пройдем дальше поднимемся по лесенке и отправимся искать место где когда-то стояла мельница ветряная это была именно ветряная мельница потому что находилась она на холме вся эта местность необычная здесь есть возвышенность на которой стоит наш микрорайончик когда-то каждый кусочек этой местности как-то по-своему назывался сейчас конечно никто не знает где все все это находится потому что люди все не местные здесь живут приезжие и очень часто людям даже не интересно что как называется и называлась когда-то но вот как раз дома стоящие наверху этой лесенке они стоят на таком холме и 72-й год когда все это появилось все эти дома стали здесь строиться видно как экскаваторы разравнивали эту гору на самом деле это была действительно гора ну и мы пока находимся вот на этой местности рядышком можно увидеть на картах старых и в описании что когда-то здесь находилось часовенка но где это часовенка прям там указано в статьях об этой местности что место это утеряно и никто ничего не знает я показываю как раз территорию детского сада за этими деревьями на возвышении детский сад на карте где-то здесь есть значок который обозначает не часовенку нет но грот грот если читать об этой местности что было в 1812 году то можно узнать что именно здесь велись бои 6 на 8 сентября 1812 года от сельца Красного до Чертанова наши воины гусары гнали французов и конечно были погибшие и вот рядышком с этой часовенкой где-то здесь были похоронены все кто здесь погибли и французы и русские без разбора вот мне кажется что именно здесь и был этот постамент этот если здесь уже был готовый какой-то грот или часовенка где-то здесь и находилось захоронение вот у этой липки сейчас все сравняли заравняли и последняя реконструкция которая была этим летом не оставила даже следа но по описаниям и по картам это примерно здесь то есть часовенка когда-то была но храм божий который неподалеку от нас его немножечко в другое место перенесли ближе к саду потому что здесь место занято я думаю что если бы не было этого детского сада который за забором находится я думаю что именно на этом месте можно было бы и построить божий храм ну оно уже занято там три корпуса детского сада чудесная погода всего пять градусов солнца почти нет сегодня я снимаю на следующий день продолжаю свою историю не сняла все за один день поэтому пришлось выйти еще раз но день очень чудесный тепло еще без перчаток и без варежек все ходим дышится очень легко и хорошо а мы идем дальше поднимемся вот по этой лесенке новой которая у нас появилась которая тоже нас очень беспокоит а что будет зимой кто ее будет чистить и будут ли ее чистить то что было здесь раньше оно не чистилось превращалось просто в горку но посмотрим как в этот раз будет сама сама природа помогает нам потому что после того как вот эту траву выстелили искусственную а делалось это все летом все здесь было желтое слава богу весь сентябрь октябрь был дождливый травка немножечко стала зеленеть теперь все думают о том как бы эта трава пережила зиму не хочется чтобы это место было желтым лысым чтобы все это превратилось в пустыню листья еще держатся на березе а все остальные деревья уже стоят черные первые это липы неприглядные такие страшные они очень поздно распускаются и очень рано листву теряют но я думаю что разнообразие всегда лучше чем однообразие во всех сферах жизни будь то лес будь то национальная компонента когда разнообразие это все-таки гарантия того что все будет в балансе ну продолжаем нашу прогулку возвращаемся снова к нашим картам и видим что там где сейчас стоит современная улица чертановская примерно в районе ашхабада чуть-чуть ниже красному маяку есть ответвление от большой серпуховской дороги рядом с которым находилась тельцо красное и это ответвление это небольшая дорога обсаженная дубами которая вела в сельцо красное вот мы как раз поднимаемся по тому месту где когда-то шла эта дорога обсажена она была дубками и эти дубы шли в три ряда потому что дорога вела в одну сторону и в другую чтобы коляски при встрече могли разъехаться вот были сделаны сразу две полосы вот дом который на горизонте именно там делал поворот проходила дорога когда-то вот между этим домом потом шла дальше вот этот нависающий монстр над прудом и где-то посередине этого монстра проходила дорога ведущая к пруду красному вот туда сейчас это место занимают дома мы идем рядышком как найти остатки слава богу дуб дерево которое растет долго а если дубы растут плотно как вот на обсаженных дорогах то они растут медленно дуб одинокий был бы в ширину ого-го какой попался бы на глаза лучшителей давно бы его снесли спилили а дубки которыми обсаживали дороги они не разрастались в ширину очень-очень и поэтому мы сейчас можем увидеть и заметить эту обсадку как только ее не уничтожали на этом месте сейчас находится детская поликлиника а рядышком детская площадка так вот обсаженные деревца которые не уничтожили при строительстве детской поликлиники и жилых зданий в 70-е годы успешно уничтожаются сейчас потому что при постройке небольшой детской площадки было выбрано место как раз напротив жилого дома и именно в этой старинной старой аллее которая является старейшим может быть местом которое здесь хоть как-то сохраняется не пожалели ничего и сделали там детскую площадку а мы идем именно к этому небольшому кусочку где с трудом но все равно еще прослеживается эта обсадка знаменитой дороги которая когда-то вела к сельцу красному к барской усадьбе вот как-то мы гуляли с вами я говорила березы такие некрасивые на самом деле им нужно было дать время чтобы листва их пожелтела и стала красивой то есть каждое дерево каждый народ нужен на земле для чего-то же бог всех нас сотворил видимо проверить как мы ладим друг с другом если мы можем жить с соседями дружно спокойно будет нам счастье не можем ну значит вот с нами будут происходить все эти неприятности так что учимся быть доброжелательными порядочными терпимыми друг к другу то есть не перестаем быть людьми вот здесь мы стоим на месте детской поликлиники идет ремонт детской поликлиники на горизонте это поликлиника детская а вот здесь между деревьями мы видим один ряд стройных дубов это именно дубки вот в центре деревья были выкорчеваны там сейчас детская площадка но это остаток остаток той дороги был еще и третий ряд деревьев здесь он был при постройке жилого дома который находится прям рядышком уничтожен а вот дальше на горизонте хорошо видны именно три ряда деревьев мы сейчас зайдем вот сюда и по этой аллеечке обсаженной и пройдем аллейка эта сохранилась у жилого дома напротив эта эта же аллея сохраняется частично у детской поликлиники вот один ряд деревьев как вы видите вот второй ряд деревьев вот обсаженная аллея вела к сельцу красному на старых картах именно здесь мы видим не просто обсадку а мы видим небольшое сооружение мельницу ветряную вот она находилась в районе детской стоматологической поликлиники карта 1800 какого-то года эту мельницу обозначает место это было на холме поэтому мельница ветряная достаточно высокая гора обозначение высоты можно посмотреть на этой карте всегда место было очень высокое почему потому что внизу был не только пруд из пруда вытекал ручей и тёк вот туда в этот парк 30-летие победы разрастаясь огромным оврагом оврагом корнарок по-разному его называли и как раз рядышком с детской поликлиникой здесь всегда была такая лужа не лужа но дело в том что здесь стояли крестьянские дома хозяйство было и для полива вода всегда была нужна поэтому никто с этими оврагами намеренно не боролся все шло на хозяйственные нужды итак мы нашли с вами место где находился когда-то мельница примерно вот здесь слава богу деревья живы дубки целы и благодаря им мы нашли место где находилась когда-то мельница ветряная если проследить за обсадкой деревьев вот так вот глазами то можно понять где примерно или куда примерно уходила эта дорожка вот примерно в сторону Ашхабада и у Ашхабада тоже сохранился вот этот путь из обсаженных деревьев как-то мы с вами там были и видели трехполосную эту дорожку это то что осталось от большой серпуховской дороги которая когда-то здесь находилась большая серпуховская дорога шла на юг и сельцо красное когда-то процветало хотя никогда огромного населения здесь не было на старых картах 13-15 крестьянских изб то есть это где-то 100 105-116 человек здесь жило очень жаль что все постепенно вырубается выкорчевывается вот здесь мы видим что идет реконструкция поликлиники детской и на месте обсадки старой дорожки которая вела к сельцу красному и этой дорожке ну не менее 200 лет поставили такие балки для строителей и для этой цели вырубили пару деревьев вроде бы ну что ну пара деревьев тем более эти деревья вообще как бы с первого взгляда не представляют никакой ценности это не какой-нибудь дуб трехсотлетний никогда по виду этих деревьев и не скажешь что им и 200 и 300 лет а может быть и больше вот ничего не жалея вот так все снесли а почему потому что Иваны не помнящие родства не ценят того что когда-то было на этой земле мы здесь не жили мы здесь приезжие пришли нам ничего не жалко горько и обидно когда-то на этом месте уже в советское время был совхоз красный маяк и вот остатки этого совхоза они постоянно напоминают нам вот этими яблоньками которые возникают то там то здесь я думаю о советском периоде когда здесь был совхоз нужно тоже сделать небольшой ролик потому что вот таких яблонек здесь в нескольких местах в неожиданных можно сказать несколько слов вот одна из таких яблонек на углу тут стоит по улице Чертановской но это как-нибудь в другой раз вот отсюда хорошо видна поликлиника и то место где мы сейчас с вами гуляли где шла дорога к усадьбе к сельцу красному и до сих пор видна вот эта высота по сравнению с самой улицей Чертановской чтобы пройти к детской поликлинике вы должны подняться по довольно-таки крутой лестнице это уже после того как весь этот холм в 70-е годы был срыт и на его месте была построена поликлиника и вот эти жилые уже дома нам же осталось с вами посмотреть кусочек парка который тоже когда-то относился к сельцу красному правда находился там не парк а избы крестьянские и огороды с садами напротив пруда красного через дорогу были эти крестьянские избы они были у пруда и за дорогой большой Серпуховской в то время а сейчас огромная дорога трасса такая по улице Чертановской вот мы сейчас как раз напротив пруда посмотрим этот парк когда-то из пруда красного вытекал небольшой ручей делал поворот в сторону метро Южное вот как раз в районе домов 32-30 и этот ручеек по диагонали тек к метро Южному естественно на своем пути проделывал многочисленные овраги потому что почва у нас особенная ручеек потек и тут же глубокий овраг глина все разъедается именно вдоль этого оврага или рядышком и там где находились когда-то вот эти крестьянские дворы были построены жилые дома справа и слева от такого ложа этого оврага наверное как его там не засыпали на старых фотографиях хорошо видно вот такая вражеская местность и вот прожив здесь несколько лет жители этих домов решили что посреди был оставлен ведь мусор от строительства этих домов этот мусор никуда не вывозился было решено самими жителями сделать уборку вывести груды мусора оставшегося от стройки и был устроен так называемый народный парк люди приносили деревья которые выкапывали в ближайшем лесочке в Бицепском парке и высаживали те деревья которые они считали можно высадить это были там какие-то тополя потом появились липы сначала какие попало деревья и вот так вот люди начали первый шаг к тому чтобы этот парк существовал был в 90-е годы заброшенное место очень было а потом потихонечку постепенно в 2000-х годах появился и заборчик какой-то клумбы появились и стало как-то повеселее часть сада яблоневого там до сих пор можно увидеть потому что это были сады местных жителей и крестьян их огороды там это все еще можно было проследить мы с вами как раз приближаемся к этому парку он находится как раз напротив пруда красного удивляло меня всегда только одно когда я только-только переехала в эти места что парк называется 30-летие победы хотя логичнее его бы можно было бы назвать парк 1812 года потому что именно здесь в этой местности проходили бои с 6 по 8 сентября 1812 года о чем я уже говорила именно здесь проходили сражения кровавые причем вот хотя камень памятный стоит где-то в районе Чертаново там в парке есть памятный камень но не здесь а вот этот памятник можно было бы поставить именно здесь потому что именно здесь разворачивались все эти события хотя и в годы войны здесь был рубеж где рыли окопы и в честь этого события здесь памятник установили но забыли упомянуть что это место вот такое с историей что не один раз здесь были такие события ну что делать память человеческая видимо короткая потому что каждый раз здесь живут все новые новые люди новые люди приезжают через несколько лет уезжают и как бы память выветривается а если еще и события кровавые в виде всяких там революций то трудно людей в чем-то упрекнуть что они чего-то не помнят что для них эти места чужие и прочее интересно было бы конечно почитать о каких-то воспоминаниях о людях которые когда-то жили здесь вот мы с вами как раз идем по местам где стояли крестьянские испы примерно вот здесь а здесь находились сады огороды и протекал вот этот овраг ручеек вытекающий из пруда красного вот он делал поворот в районе школы и туда в сторону метро южного а там уже было небольшое озерко и огромные овраги просто огромные овраги которые пришлось 70-е годы тщательно засыпать чтобы на их месте уже выстроить живые дома многоэтажки но в той местности все равно чувствуется и видим до сих пор этот рельеф мы с вами заходим в остатки яблоневого сада который остался здесь ну я не думаю что с 1800 какого-то года я думаю что это остатки яблоневого сада именно с советских времен когда здесь был совхоз красный маяк здесь был яблоневый сад и вишневые сады и грушевые сады поэтому остатки и груш можно увидеть где-то идя по улице ой посмотрите какой сюрприз нас ждет так как мы сюда зашли нам подарок под яблоней я вижу грибы причем это грибы хорошие это не поганки это вот чешуйчатка так называемая посмотрите какая красота съедобный гриб ой какая красота ой спасибо яблонька мы не будем это трогать лесным жителям оставим но понюхать понюхаем гриб этот съедобный родственник вешенки иногда можно увидеть возле тополей как он произрастает а в этом году сентябрь октябрь у нас были дождливые поэтому мы увидели прям под яблонькой обычно чуть-чуть повыше растут эти грибочки но вот в этом году здесь такой нам подарок хороший знак мы увидели не только один грибочек а грибочек с семьей под яблоней вообще яблоня дерево семейное связанное всегда с домом с садом яблоневым я очень рада что наша прогулка вот здесь именно заканчивается на месте когда-то находившихся здесь домов с садами как всегда когда мы заканчиваем нашу прогулку хочу пожелать вам благополучия здоровья чтобы ваши сады и дома расцветали и цвели были целы чтобы жизнь там где она разрушена наладилась но для этого всем нам нужен мир поэтому всем всем нам желаю мира благополучия понимания и прежде всего когда я гуляю я всегда обращаюсь к мамам к бабушкам к женщинам потому что только они носители добра сочувствия понимания любви именно они могут остановить любое безобразие молитва всех женщин с одной стороны с другой стороны с нейтральной стороны это все равно принесет долгожданный мир я в это верю я это знаю и все знаки которые нам дает природа все говорят именно об этом всем благополучия доброты здоровья пусть у всех будет мир голубое небо и увидимся до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...